СПОНСОР РУБРИКИ Сеть магазинов «Всё сам плюс» Аксессуары и запчасти для бытовой техники Здравствуйте, уважаемые телезрители! Наша сегодняшняя передача будет посвящена нашему любимому другу смартфону А точнее, как быстро и правильно его зарядить У нас наступило лето, мы очень часто находимся далеко от города, за городом, на озере, в лесу И телефон садится, и мы фактически без телефона чувствуем себя как без рук И сегодня мы вам подскажем, как возможно избежать этого или уменьшить последствия Ну, скажем, чтобы у вас телефон всё время был в достаточной зарядке Безвозвратно ушли в прошлые времена, когда кнопочный телефон мог без зарядки работать неделю или месяц Современный смартфон при всех своих достоинствах имеет один существенный недостаток Он работает при хорошей нагрузке максимум один день В настоящий момент инженеры компании придумали быструю зарядку Там скоростные зарядки, большие токи зарядки Но очень многие люди не могут понять, чем отличается один блок питания от другого Почему один стоит 100 рублей, другой стоит 500 рублей И сегодня наш ведущий инженер Михаил Синкинов наглядно с приборами покажет вам, чем отличаются блоки питания друг от друга Перед нами три блока питания, разные по стоимости Сейчас мы их будем проверять Сейчас мы возьмем тестер С помощью него мы можем посмотреть, какое напряжение выдает наш блок питания Какой ток выдает В чем отличие То есть это по скорости зарядки Медленно заряжаться будет, либо быстро ваш девайс Вторым прибором мы можем посмотреть, какие устройства данный блок питания поддерживает То есть Apple, Samsung и все остальные Начнем с самого простого То есть данное устройство вам понадобится, если у вас есть самый простой телефон Кнопочный И довольно-таки медленная зарядка будет Для старых телефонов это достаточно Подключаем розетку Подключаем к нему устройство тестирования Заявленные характеристики он поддерживает Вдает 5 вольт, 400 миллиампер То есть для кнопочного телефона это достаточно Если вы хотите зарядить более серьезное устройство, смартфон или планшет Вам нужно будет посерьезнее зарядник Сейчас мы отключим тестер нагрузки Подключим устройство проверки протокола С помощью данного устройства мы можем посмотреть, какой протокол он поддерживает То есть он поддерживает стандартные 5 вольт для кнопочных телефонов Если мы подключим данный блок питания Samsung или Apple Заряжаться будет он не меньше 8 часов Сейчас мы проверим зарядное устройство среднеценовой категории Проделаем те же самые тесты Видим данное устройство поддерживает также 5 вольт и ток до 4 ампер Данное устройство мы можем заряжать Apple, планшеты, телефоны Телефоны более мощным аккумулятором с более мощным процессором И данное устройство в отличие от первого зарядного устройства в 10 раз мощнее То есть данное устройство в 10 раз быстрее заряжать Сейчас мы поставим другой тестер, проверим какие протоколы поддерживает наш блок питания С помощью данного тестера мы видим, что данное зарядное устройство поддерживает все протоколы Современных телефонов, планшетов и более мощных устройств То есть так же как Samsung, Apple, поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0 А теперь мы проверим зарядное устройство в более дорогой категории Отличие от данного блока имеет более компактный вид По параметрам он соответствует, как и предыдущий Мы также видим, что данное зарядное устройство поддерживает более высокий ток до 4 А Данное зарядное устройство будет заряжать все современные гаджеты, телефоны, планшеты, а также пауэрбанки В отличие от первого зарядного устройства, он также будет заряжать в 10 раз быстрее Сейчас мы проверим, какие протоколы поддерживает данное зарядное устройство Из тестов мы видим, что данное зарядное устройство поддерживает все современные протоколы телефонов, планшетов Данное устройство будет заряжать также в 10 раз быстрее, чем первое устройство И данное зарядное устройство гаджетами будет восприниматься как родное Сейчас мы провели тесты трех разных блоков питания Из тестов мы видим, что первое зарядное устройство подходит для кнопочных телефонов Он также можно использовать для современных устройств, но заряжаться он будет в 10 раз дольше Два других абсолютно одинаковые по характеристикам, но разные по стоимости. Сегодня вы увидели, узнали, каким образом отличаются друг от друга блоки питания. Есть очень простой блок питания с небольшим током зарядки, когда, например, подойдет для сотовых телефонов, которые с кнопочками маленькие. Но основное, что вы узнали, что есть блоки питания, которые могут вас смартфон зарядить за час. И чем они отличаются? Теперь вы знаете, как сэкономить деньги, как за свои деньги купить самый подходящий и правильный товар, чтобы потом вас не сдало разочарование, что это неправильно работает. Приходите в магазин, вам помогут, расскажут, покажут все. Всего хорошего, до свидания, на сегодня все. Все сам плюс, все для здоровья бытовой техники. Ящики, полки для холодильников, ремни и тены для стиральных машин, тарелки и магнитроны для СВЧ-печей, зарядные устройства и шнуры для сотовых телефонов от 100 рублей. Гагарина 8, молодогвардейцев 48А. Победы и молодогвардейцев. И еще 5 магазинов в городе. Наберите все сам в интернете. Как организовать отдых детей летом? Наверное, об этом задумывается каждый родитель. Ведь не у всех есть возможность отправить своего ребенка в загородный лагерь или в деревню к бабушке. А перспектива оставить его наедине с телевизором или компьютером на весь день никого не радует. А между тем существует масса городских лагерей разной направленности, которые сделают каникулы гораздо интереснее. Один из таких – детский танцевальный хип-хоп лагерь. В лагере представляют у нас собой, скажем, смесь творческих занятий и развлекательных. То есть у нас своего рода принцип обучения через развлечение. Ежедневно ребята начинаются, ну, каждый день у нас начинаются зарядки. Потом обязательно две тренировки танцевальных по уличным танцам, хип-хоп брейк. И они чередуются, как правило, либо с настольными играми, какие-то уличные активности, эстафеты, волейбол, баскетбол. Даже если ты новичок в танцах, уже через несколько дней можно заметить достойный результат. Опытные преподаватели, которые, кстати, призеры многих международных соревнований, даже опытных танцоров выводят на новый уровень мастерства. Раньше я не занималась танцами, а сейчас я узнала про этот лагерь и научилась танцевать брейк. Есть еще также интересные дополнительные занятия, такие как граффити. Там мы рисуем. Если набираешь много баллов, то вашей команде дают, например, какой-нибудь приз. Например, химические опыты или Xbox. Родители могут не беспокоиться за своего ребенка. Программа активного отдыха расписана с утра до вечера, включая питание и ежедневные прогулки в парке. А в конце смены мамы и папы могут увидеть, чему научился ребенок за это время и оценить танцевальное мастерство на отчетном концерте городского лагеря. Кстати, многие дети в дальнейшем связывают свою жизнь с танцами и выступают на крупнейших фестивалях вместе с известными исполнителями России. Городской танцевальный хип-хоп-лагерь Бруклин приглашает ребят от 7 до 15 лет в летние смены. В нашем лагере занятия по хип-хопу и брейк-дансу, граффити и диджеингу, активные игры и прогулки на улице. Новые друзья! Используй проведенное лето! Запись по телефону 223-6-224 и на сайте brooklyn74.ru Хип-хоп-лагерь Бруклин. Ваши лучшие каникулы! Многие люди увлечены облагораживанием своего сада или дачного участка, но ландшафтный дизайн для начинающих осваивают лишь единицы, а остальные, путем проб и ошибок, стараются создать неповторимые пейзажи на своих территориях. Однако тем, кто выбрал это увлечение своей профессией, ошибаться нельзя. Именно для этого и созданы школы ландшафтного дизайна. Занимаясь просто теоретическими какими-то основами ландшафтного дизайна, где-то в учебном классе или на курсах, этого недостаточно, потому что ландшафтный дизайн – это прежде всего практическая работа, а практическая работа, она должна быть на участке. На частных участках это сложно попасть и провести какие-то эксперименты, то есть вряд ли какой-то хозяин согласится увидеть такой экспериментальной площадкой. Поэтому вот со временем такую площадку решено было заложить здесь. Студенты приходят сюда после третьего курса, для них это производственная практика, они начинают по срокам с начала мая до середины октября, практически весь сезон, захватывают все самое важное, ценное и нужное, то есть практически весь вибрационный период, и в общем-то успевают посмотреть, как начинает рост растений, как они пробуждаются после зимней спячки и как они уходят в зиму. Обязательной составляющей любого студента является подготовка дипломного проекта. Здесь с этой задачей сложностей не возникает. Студенты на годовом обучении, которые обучаются в школе, их дипломная работа является создание сада, миниатюрного сада. В зимний период мы его проектируем, прорабатываем, составляем смету, проговариваем все детали, нюансы, технологии производства тех или иных видов работ, а в летний период задача сделать сад, реализовать его. То есть это, так скажем, такая тренировочная площадка, база, где может человек все теоретические свои знания показать уже по существу. Такие моменты, которые описаны в учебнике, их надо все-таки попробовать сделать своими руками, чтобы уже знать, как это происходит, сколько времени тратится на это. Тем более годовой, профессиональный курс, не двухмесячный или трехмесячный, поверхностный только для своего сада. Научиться решать сложные задачи по уходу, по проектированию. Здесь действительно я нахожу этот объект. Особенностью данного проекта является то, что он рассчитан не только на студентов. Каждый желающий, кто хочет облагородить свой садовый участок, может прийти сюда и получить все нужные базовые знания. Сад рассчитан, безусловно, не только на специалистов, не только на студентов, не только для будущих профессионалов, но и для широкого круга любителей, тех, кто тянется к культуре, ландшафтного дизайна, как к искусству и действительно хочет облагородить свой участок, свою территорию и сделать красивый сад. Для этого мы проводим специальные курсы, обязательно с практической составляющей и проводим регулярно мастер-классы. Создавать необыкновенный и красивый дизайн под силу не только профессионалам, но и каждому, кто увлечен этим делом. Ведь окончательный продукт данной деятельности – это личное мироощущение и восприятие прекрасного в самой природе. В данном деле знание необходимо для того, чтобы грамотно выращивать растения, соблюдать правила их соседства и видеть, как проект будет выглядеть через несколько лет. Ведь для ландшафтного дизайна важен не мгновенный результат, а длительный процесс развития и кульминации. По проекту роз предполагается здесь более 100 видов, 7 групп. На данный момент здесь высажено чуть больше 60 роз, тоже нескольких групп. Крайний ряд – это плетистые розы. Сейчас у них временные опоры, основные опоры изготавливаются. Я надеюсь, что в конце сезона они уже будут установлены. Рядышком вы видите почвопокровные розы. Здесь представлены розы чайно-гибридные, спрей, флорибунда, английские розы. То есть все те виды роз, которые продаются в садовом центре, которые существуют на рынке Челябинска, и те розы, которые необходимо изучать, их особенности, особенности обрезки, особенности ухода. И как раз-таки эта площадка, этот сад, он создан именно для практических целей работы с розами. Это центральный вход в Белый сад. Он огорожен живой изгородью из караганы древовидной. Идея Белого сада заключена в том, что растения, которые будут высажены здесь, которые уже растут и высажены были до того, как они будут в белых оттенках. То есть это белый, зеленый цвет, безусловно, цвет растений, цвет зелени. И, конечно, будут вкрапления других цветов, но в очень незначительном количестве. То есть преобладающий цвет существующих здесь растений будет белый. Центральной основой и таким композиционным фокусом этого сада является водоем. Водоем с кувшинками, водоем в двух уровнях. Клещи. Все о них знают или, по крайней мере, догадываются, какую угрозу они несут. В весенне-летний период значительно повышаются риски пострадать от укуса опасного насекомого. Но, как говорят в народе, предупрежден – значит вооружен. Чем больше мы будем знать о мерах предосторожности и о порядке действий при столкновении с опасным кровопицей, тем больше шансов сохранить здоровье и даже жизнь. Если все-таки человек укусил клещ, то самое лучшее – удалить его в травмпункте, чтобы удалил специалист-профессионал. Но если нет такой возможности, допустим, вы находитесь где-то за городом, ну или просто нет возможности обратиться в медицинское учреждение, клеща на себе носить не надо, надо его максимально быстро, когда вы обнаружили, извлечь. Потому что клещ в себе несет, может нести как вирус клещевого энцефалита, так и баррелии. И чем дольше он сидит на человеке, тем больше вот этих частиц инфицирующих попадает в кровь человека. Поэтому клеща надо максимально быстро удалить. Если вы обнаружили на себе уже впившегося клеща, отрезаем вверх шприца максимально ровно. Прикладываем шприц к месту, где присосалось насекомое. Тянем поршень вверх. Под давлением клещ легко вылезет целиком, вместе с веществами, которые впрыснули. Обязательно отвезите насекомое в лабораторию на анализ. Достать клеща можно также при помощи ручки лассо, пинцета, обычной нитки. Если головка клеща осталась под кожей, вытащите ее при помощи иголки. Для окончательного спокойствия через 10 дней после укуса сдайте анализ крови на баррелиоз и энцефалит. Еще через 2-3 недели сдайте анализы на антитела к вирусам для подтверждения диагноза и оценки иммунитета вашего организма. Клеща необходимо исследовать в первые трое суток после укуса. Желательно доставить в лабораторию и исследовать на наличие в этом клеще либо вируса клещевого энцефалита, либо различных видов баррелей. Так как у нас клещ переносчиком является не только клещевого энцефалита и баррелиоза, который больше, наверное, известен как лаймбаррелиоз, но также он является переносчиком анаплазмоза, эрлихиоза и клещевой возвратной лихорадки. Клеща необходимо исследовать для того, чтобы понять, какая профилактика нужна. Если клещ окажется поражен, допустим, вирусом клещевого энцефалита и человек непривитой, то необходимо поставить в первые четверо суток человеческий противоклещевой иммуноглобулин, для того, чтобы не развелось в дальнейшем вот такое тяжелое заболевание, как клещевой энцефалит. Если клещ поражен баррелями любого вида, тогда необходимо применять антибиотики. Ну это доксициклин, юнидокс. Ну в общем, с этим результатом надо будет обязательно обратиться к врачу-инфекционисту, они уже там в зависимости от возраста назначат правильную вот эту вот профилактическую терапию. Баррелиоз заболевания, оно, наверное, не такое опасное, как клещевой энцефалит, но оно тоже достаточно коварное, потому что оно маскируется, оно протекает не с такой вот ярко выраженной клиникой. Очень хорошо, когда возникает ритема, на месте укуса клеща возникает большое такое покраснение. И это ритема, это кольцо может достигать 5 сантиметров в диаметре, 10 сантиметров, 20, чуть ли там до 40 сантиметров. Вот это вот большая вот такая вот ритема. Это как бы главный признак клещевого брелиоза. Но достаточно часто это заболевание притекает без ритемы. Вот человек просто чувствует недомогание, першение в горле, кашель, насморк, и иной раз даже не связывает что-то заболевание именно связано с укусом клеща. Поэтому, если вас, милый бог, укусил клещ, то в течение месяца надо очень пристально следить за своим здоровьем. И при первых же каких-то симптомах, при недомогании надо обращаться к врачу и обязательно сказать, что у вас был вот укус клеща. Урал наряду с Дальним Востоком, Сибирью и некоторыми областями центра России входит в число самых опасных регионов. Так, в прошлом году за медицинской помощью обратились более 400 тысяч укушенных по всей России. Из них 2 тысячи оказались больны энцефалитом. На сегодняшний день официально обратились по Челябинской области более полутора тысяч человек именно с укусом клеща. Из них более 500 человек, вот из этих полутора тысяч, это были дети. В прошлом году за аналогичный период обратилось более двух тысяч человек. То есть в прошлом году весна была более теплая, поэтому клещи были более активны. Все-таки они предпочитают теплую погоду, но не жаркую. И поэтому укусы были чаще. Но несмотря на это, в прошлом году за этот период было у нас 8 человек госпитализировано с подозрением на клещевую инфекцию. В текущем году у нас 9 человек госпитализированы, но также с подозрением. То есть пока окончательного диагноза нет. За прошлый год из всех исследованных клещей получается, что 4% из всех клещей поражены вирусом клещевого энцефалита. То есть около 4%. А баррелиями поражены 17% от всех клещей. Несмотря на то, что видеокамера телефона у большинства из нас все время под рукой, для самых главных событий в жизни, как, например, выпускной, свадьба, юбилей близких или юбилей компании, принято обращаться к профессиональным видеографам. Сегодня в полезной программе специалист с большим опытом Константин Пермяков расскажет, как выбрать видеографа, что стоит учесть и какие вопросы задать при встрече, чтобы найти настоящего профессионала. Для начала надо посмотреть, потому что они все выкладывают свои работы какие-то. Надо искать работы, посмотреть прежде всего. Хотя бы одну-две, да, посмотреть. Нравится тебе работа, нравится музыка, которую он подбирает, нравится вообще чистота кадров. Во вторую очередь надо посмотреть вообще, ну, опыт работы, то есть срок все-таки. Бывают молодые мальчишки, да, бывают они, может, талантливые, да, там он только закончил, у него там тоже понтан идей, это один вариант. Есть опытные, матерые операторы, которые вообще знают каноны, как все снимать. Это другой вариант, да, то есть вам тоже надо, чтобы он вам и подходил, и по возрасту, допустим, да, и по какой-то, ну, вообще нравится, не нравится он вам. Надо всегда с ним, ну, обсудить, то есть объем, что он все-таки может снять, что он не может снять, какой объем он может снять и, соответственно, какой результат вы в итоге получите. Даже в том числе вплоть до, ну, часовая, допустим, у него там по часам работает, или там целый, на целый день он сможет с вами работать. И, соответственно, и по срокам выполнения работы, опять же, надо уточнить, сколько. Потому что он, может, потом лет пять будет вам делать работу, это будет, конечно, может, шедевр, но пока вы дождетесь, вы уже забудете про него. То есть тоже надо узнать еще и сроки выполнения, потому что бывают очень загруженные люди, и они могут им очень долго делать, а могут сделать быстро, но не очень хорошо. Сейчас больше идет все-таки упор на эмоцию. Эмоция должна, ну, самая превалирующая, то есть даже очень крупно человека снимать. Пусть не всегда это логично, но должна эмоция получаться. То есть все равно крупно индивидуальный человек снимается больше, скажем так. Больше упор идет на конкретную, на какую-то личность. Раньше снимали все вот и до, раньше были трехчасовые кассеты, то есть все писали вплотно трехчасовые. Сейчас, допустим, карты памяти ограничены какое-то время. И вообще люди уже не привыкли долго сидеть у телевизора, скажем так. Даже на себя смотреть все равно надоедает. Сейчас много оборудования используется, именно, допустим, усовершенствуется. Для заказчиков чаще всего многие вопросы, ну, как белый лист, они что-то видели когда-то у кого-то, они хотят так же, хотя это уже, может, совсем уже и не модно, и пять лет назад уже это только снималось. Да, всегда в меру своего опыта всегда, конечно, скажу, что я могу снять, что надо снять, да, как себя примерно вести. Так как я постоянно общаюсь с телевизионщиками, то я понимаю для себя, что именно они и делают хорошо. Потому что все-таки они опытные. Опыт – это колоссальный момент, который вообще все определяет. Поэтому я и на основании отзыва, и на основании этого, я вот для себя тоже заказала такую услугу, да, чтобы мне сделали, чтобы красивый был сюжет. И мне очень нравится. То есть мне понравилось, и скажу, что отличается очень сильно, начиная от того, что качество изображения, звук, музыка. Я ценю видеографов именно такую, скажем, открытость, коммуникабельность, вот это вот желание слушать, желание подстроиться и сделать именно так, как просит клиент. Жизнь меняется день ото дня, и через год мы будем совсем другие. Именно поэтому так важно сохранить в памяти правдивые впечатления о важных событиях. Эти эмоции по-настоящему бесценны, а поэтому на них не стоит экономить. Проблема лишнего веса сегодня как никогда актуальна. Огромное количество информации заставляет нас делать выбор в пользу той или иной диеты, программы тренировок, различных теорий. Сложность заключается в том, что далеко не все из предлагаемого действительно является правдой, которая поможет в нелегкой борьбе с лишними килограммами. Набор лишнего веса – это многофакторный момент, да, то есть это не одна какая-то причина. Соответственно, есть общепринятые, которые очень распространены у людей, а есть те, которые связаны, например, с индивидуальной заболеваемостью. То есть у человека у каждого есть уже как бы свой набор заболеваний, и они тоже могут влиять на повышение веса. Например, влияет щитовидная железа, да, сахарный диабет, нарушается углеводно-жировой обмен, это тоже может тормозить в программах по снижению веса. Было очень долго такое убеждение, что после шести не нужно есть, потому что вот уже всё. Остальное, раз нет, движений меньше. Нет, уже последние исследования доказали, что человек, который голодным ложится, ведь с чувством голода не все умеют жить и бороться. Это настолько жизнесохраняющая, скажем, инстинктивная реакция, что раз нету в клетках энергии, есть голод, нужно съесть. Это очень сложно борются люди, то есть сна нет и всё, это проблемно. Поэтому это вот не нужно так делать. Нужно съесть такую пищу за определённое количество времени до сна, и никакого веса лишнего не будет. И ещё очень распространённая ошибка, когда процентов, наверное, 90-го с лишним весом, люди, которые считают, что если они будут очень мало есть, то есть очень заниженный колораж, то неизбежно жир будет уходить. Нет. Почему? Потому что опять, вот с природой, я всегда говорю, очень трудно бороться. Мы такими рождаемся, это все механизмы на жизни сохранения. Вот этот необходимый минимум калорий, которые мы должны обязательно получить, это энергия для жизни и работы жизненно важных органов. С каждым человеком и у каждого человека есть особенности индивидуальные. Они выражаются, вот опять же, в накопленных заболеваниях, или это органы ЖКТ, или это эндокринная система. И плюс есть такой индивидуальный момент, как группы крови, например. И это не какой-то миф, это не какие-то выдумки, так оно и есть. И я убедилась в этом много раз, что кому-то идет полезный продукт, ну, приносит пользу, и он в обмен встраивается и работает, а другому человеку он не будет являться полезным. От еды люди не умирают, но она делает совершенно разные вещи, да, вот попадая в организм. Например, людям с третьей группой крови гречневая каша не подходит. Генетически природа им не дала ферменты на хорошую, качественную переваривание ее, да. Но тем не менее люди ее кушают. И все, что у нас не переваривается, не усваивается, клетками не используется. Мы кушаем только для того, чтобы переработанная пища попадала в клетки каждого органа. Считается, что человек покушал, когда то, что он съел, дошло до тех структур, которые в этом нуждаются. Так вот у многих людей вот эта цепочка по каким-то причинам прерывается. И человек кушает, а до клеток не доходит. В лучшем случае кишечник это выведет, если он правильно и хорошо работает. В худшем случае это начинает где-то откладываться, как токсин. Один из механизмов набора жира это упаковка токсинов от неправильного пищеварения в жировые массы. Потому что эти токсины, они, как правило, жирорастворимые вещества. И они не могут нигде храниться. В сосудах они образуют определенные склеротические изменения. И поэтому в последнее время просто атеросклероз и сосудистые заболевания они просто как вал какой-то идут по всему миру. Но мы должны четко понимать основным фактором, дающим здоровье органам, это питание, которое нужно человеку. Чтобы пища пришла, которая нуждается, переварилась и усвоилась клетками. Вот это и есть индивидуальный подход. И в этом нуждаются все люди. И поскольку у нас сейчас очень много продаваемой пищи, готовой уже к употреблению, люди, конечно же, в современном ритме пользуются этим. Они соблазняются на это. Ведь это уже готово, это вроде бы как удобно. Но какой результат будет, вот какой путь этой пищи будет до клеток, вопрос уже вот такой. Продолжение следует...